Продолжение следует... Очередной вечер в музеоне, очередной разговор из цикла «Публичная ложь». Совместный проект «In Liberty. Музеоны и афиши. Публичная ложь. Серия диалогов об обмане, неправде, кривде и разных других эпитетов. Сегодня мы будем говорить о политике. Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Ранхикс. В качестве начала первый вопрос. Как вообще строится отношение между политиком и его слушателем? Ведь на самом деле многие действительно знают о том, что политики лгут и как-то к этому на самом деле вроде бы нормально относятся. В общем, как аудитория относится к вранью и как существует этот договор между политиком и его аудиторией? Здравствуйте. Я хотела бы сначала поблагодарить организаторов за приглашение, за возможность поговорить в такую хорошую погоду и в таком обаятельном месте на интересную и, как мне кажется, актуальную тему. Для начала я хотела бы несколько возразить против тезиса о том, что политика как-то больше пропитана ложью, чем другие сферы человеческой деятельности. Это не совсем так. В политике больше не лжи, а больше публичности. В некоторой степени политики считаются более лгущими, чем, например, продавцы поддержанных машин или риэлторы, потому что их вранье постоянно записывается. И оно обращено к чрезвычайно большой аудитории. И эта аудитория склонна делиться потом своими впечатлениями с большей интенсивностью, чем люди, которым продали машину, поддержанную за новую, сказали, что она почти без пробега, да и совершенно не битая, а потом оказалось, что она вовсе даже битая. Соответственно, проклятие политики не столько вранье как таковое, сколько именно публичность, открытость этого вранья. И это, собственно говоря, нас подводит к той проблеме, к тому ощущению вот этого вот «все врут», которым пропитана политическая жизнь именно с сегодняшнего дня. Насколько я понимаю, вот в рамках этого проекта, в котором я участвую, разные люди говорят о лжи и правде, о публичной и неправде, о представителе различных общественных наук. А я смотрю на это со своей точки зрения с политологической, а политология, политическая наука может быть охарактеризована как такая история в режиме реального времени, в режиме present continuous. Политическая наука занимается приблизительно тем же, что и историческая наука, а именно историческими процессами, общественно-политическими процессами, но теми, которые происходят прямо сейчас. Соответственно, предмет нашего интереса – это сегодняшний день и завтрашний день. Поэтому меня бы интересовало не столько сказать, вот много в мире лжи и неправды, много людей говорят того, что не соответствует действительности, хорошо ли это, да? А посмотреть, как трансформируется вот это самое говорение неправды, как трансформируется само понятие правды и неправды именно в политическом контексте. И как это будет выглядеть в обозримом, соответственно, в ближайшем будущем. Мы с вами, дорогие товарищи слушатели, живем в информационную эпоху. Вы часто это слышите, я думаю, этот термин, но, может быть, не до конца осознаете, что, собственно говоря, под этим подразумевается. С переходом от предыдущей эпохи, которую обычно называют индустриальной, к этой вот новой постиндустриальной или информационной, произошло разрушение сразу нескольких монополий в политической и, соответственно, в информационной сфере. Была разрушена монополия на публичную речь, монополия на высказывание, монополия на создание контента. Если мы с вами обратимся к XX веку, то мы увидим, что как в демократических, так и в недемократических, и в тоталитарных режимах существовала монополия на высказывание. В тоталитарном государстве все, в общем, понятно. Существует единственный мегафон, он в руках у государства. Государство навязывает свой единственно правильный дискурс, свою абсолютную истину. Кто не согласен, тех закапывают, где-нибудь в сторонке. Вот так, собственно, просто устроено отношение между правдой и неправдой. В демократическом государстве ситуация будет помягче, но тем не менее будет все равно некая корпорация держателей контента, корпорация хозяев дискурса. Это образованное сословие, это условная академия, не конкретная академия, а вообще академия как таковая. Люди, которые вот типа ученые, доценты с кандидатами, которые знают правду и, соответственно, ее вам рассказывают. Другая группа монополистов – это хозяева средств массовой информации. Не в смысле даже владельца, капиталисты денежные мешки, а в смысле вот эти вот спикеры, которые говорят от имени телеканалов, газет, радиостанций. Вот они тоже хозяева дискурса. Все остальные представляют собой аудиторию потребителей этого контента, аудиторию этого дискурса. Их право на высказывание ограничено. Что произошло с наступлением информационной эпохи? Единый мегафон, который находился в руках государства, или много больших мегафонов, находящихся в руках корпораций, размножились в совершенно геометрической прогрессе. Социальные сети дают каждому из нас возможность для высказывания. Количество источников информации увеличилось просто невероятным образом. Еще раз повторю, это очень серьезное историческое изменение, смысл и величие которого мы до конца не осознаем. Его ближайшая историческая параллель – это изобретение книгопечатания. Если мы вспомним, помню, как вчера, как это было. Когда Гутенберг изобрел печатный станок и стал он постепенно распространяться по Европе. Сколько крику было, что это конец света. И надо сказать, что не без основания. Первой печатной продукцией, хочу напомнить, которая в массовом порядке стала производиться, были даже не священные книги, хотя это был важный момент, о нем тоже надо будет сказать. А это были ноты музыка и порнография, эротические книжки с картинками. Это было то, чем эти печатные станки занялись впервые. Это разрушило монополию организованной религии, церкви, на печатное слово. Если раньше специально подготовленные люди в монастырях писали эти манускрипты, их было мало, они стоили дорого, а, соответственно, они были центрами просвещения, центрами знания, то вдруг каждый со станком мог напечатать свою увлекательную книжку. Сначала было очень много возмущения по поводу того, что это распространяет безнравственность, вот опять же, эротизирует нашу молодежь. После этого наступили последствия более серьезные, а именно, действительно, стали печатать переводы Библии на национальные языки. Это подхлестнуло процесс реформации, это, в свою очередь, привело к разрушению вот этого единого крещеного мира, как это называется по-русски, Christendom, вот этого единого христианской цельности, и привело, в конечном счете, к образованию национальных государств. Таким образом, действительно, Гутенбергов пресс разрушил старый мир и начал какой-то новый мир. Приблизительно то же самое происходит у нас с вами. Огромное неисчислимое количество источников приводит к неисчислимому количеству фактов и, соответственно, к демократизации вот этого дискурса. Каждый может сказать, что ему в голову взбредет, к нему за это тоже приходит компетентный орган, говорит, зачем ты перепостил, нехороший пост. Соответственно, он участвует во всем этом дискурсе. Каковы политические последствия вот этой демократизации? Еще раз повторюсь, само по себе это неплохо и нехорошо, это вот ровно то, что мы наблюдаем. Поэтому, когда мы говорим «everybody lies», «все врут», «вы все врете», как это по-русски называется в одно слово, то имеется в виду даже не то, что вот есть я, который говорю правду, а есть ты, который говоришь неправду. Имеется в виду, что количество фактов так велико, а количество интерпретаций еще больше, что из этих мириад фактов можно выстроить любую концепцию. Соответственно, установить истину становится не то невозможным. А как непонятно зачем, как бы не очень нужно. При этом, паразитальным образом, те же самые информационные технологии открыли эпоху транспарентности, эпоху всеобщей прозрачности. Казалось бы, никогда факт-чекинг не был таким легким и приятным. Информация доступна. Люди ищут не фактов. Люди ищут некой неправды факта, а правды эмоций. Люди ищут объединение не по принципу «мы вместе знаем, как оно есть на самом деле», а по принципу «мы чувствуем одинаково». Вот этот вот некий эмоциональный бондинг, который приводит людей к стопам политиков-популистов или популистских партий, радикальных партий, на котором базируются такие разные политические явления, как крайне правые в Европе, и, боюсь, что запрещенное в России исламское государство занимается приблизительно тем же самым, объединение по принципу вот этого вот братства в общем чувстве. Соответственно, такого рода объединения, такого рода политические единицы практически неуязвимы перед обвинениями в том, что да вы неправильно сказали, да, значит, факт-чекинг показывает, что вы тут в своей речи, дорогой товарищ Трамп, да, все наврали. Это неважно. Его аудитория, так же как аудитория других политиков-популистов или популистских партий, не ждет от него точных фактов, она ждет от него выражения той эмоции, которую испытывает она сама. Вот это вот сочетание прозрачности и неуловимости истины, размывания истины представляет собой для меня один из наиболее загадочных и своеобразных черт современного исторического момента. Я бы тут еще, так сказать, в завершении этого пассажа процитировала довольно неожиданного человека, покойного Бориса Абрамовича Березовского, который в одном из своих последних интервью сказал, что вот наступает новая эра, мы уже не будем в ней чувствовать себя уютно, но дети наши будут. Про наше время потомки скажут, что это была эпоха непрерывного вранья, что все все время говорили неправду, потому что следующая эпоха будет настолько транспарентной, что вот это вот наше постоянное вранье будет уже невозможным. Это высказывание интересно тем, что он, в общем, знал, о чем говорил. Это человек, про которого даже в решении высокого суда Лондона сказано, что он рассматривает правду как truth as a relative concept. Для него правда есть относительное понятие. То есть он вот ровно принадлежал, не тем будь помянут, к той эпохе, которая позволяла легко говорить что угодно, потому что никто про тебя ничего не узнает. Вот ему казалось, что наступит новая эпоха, так сказать, всеобщей жизни в стеклянных домах или в хрустальных дворцах, если хотите, где все будут такими проницаемыми. Соответственно, ложь будет невозможна. Мы же сами там отмечаем, где мы находимся, пишем о себе, что мы делаем, и с кем мы там обедаем, и сами фотографируем свою тарелку. Никаких спецслужб не надо для того, чтобы собирать о нас информацию. Это так. Но одновременно с этим происходит и другое. Происходит и вот эта вот девальвация, страшная девальвация факта и растворение самого концепта истины, концепта правды. То есть выходит, что действительно важно не какие-то факты, не правда в прямом смысле этого слова, то есть в речах политиках и в идеях, а важно, что за ней стоит, то есть какая-то чуть большая идея, скажем так, истина, а не правда. То есть мелкое жульничество может быть. Выходит, что так или нет? Типа того, что мелкое жульничество простительно по сравнению с большой истиной. Вы знаете, теперь, когда я описала вот этот весь карнавал безответственности, когда каждый может нести кто во что гораст, потому что, опять же, в интернете подо все найдется обоснование, хочу и противоположную сторону вещей тоже осветить. Мы с вами видим вот некий действительно ряд этих самых популистских политических явлений, говорим, что вот как у нас, так приблизительно и во всем мире. Да, вот у нас есть политики, которые говорят неправду и как-то им это прощается. Ну и вот, опять же, в других странах не хуже и не лучше. Но тут есть один момент, который надо иметь в виду. Вот этот вот праздник непослушания, вот эта вот демократизация дискурса, которую я пытаюсь описать, она происходит на базисе, это некая надстройка, или нарост, или плесень, если хотите, в зависимости от того, какой термин вам кажется более подходящим, на базисе устойчивых социально-политических отношений и достаточного экономического благополучия. А вот эти вот публичные вруны, вот эти вот политики-популисты, они, в общем, весело скачут на некой сетке, на такой вот safety net, которая натянута предыдущими поколениями тружеников, работников, политиков и социальных активистов, которые создали достаточно прочный общественный механизм и политический механизм, вот эту самую работающую демократию, которая позволяет таким образом себя вести. На чем паразитируют популисты? Они паразитируют на взаимном доверии. На доверии граждан друг к другу, на доверии граждан к институтам. Что такое доверие? Это очень важная социально-политическая концепция. Я сейчас постараюсь ее как-то объяснить. То есть речь идет не о том, что вот надо доверять, знаете, друг другу, хорошо друг другу доверять, плохо не доверять. Доверие в политологическом смысле – это очень ощутимая вещь. Это то явление, которое позволяет осуществляться любым экономическим, политическим, социальным транзакциям. Значит, базовый акт обмена, базовый акт торговли на самом деле строится на доверии, хотя мы не до конца этого осознаем. Значит, когда мы покупаем килограмм помидоров за 100 рублей, мы уверены, должны быть уверены вот в момент покупки, что продавец не убежит с нашей 100-рублевкой и со своими помидорами, а отдаст нам помидоры. Что это действительно помидоры, а не что-то из папье-маше. Со своей стороны продавец должен быть уверен, что мы не дадим ему в лоб, значит, палкой и не убежим с его помидорами и со своими деньгами. Это вот и есть доверие. Существует социум с низким уровнем доверия и с высоким уровнем доверия. Это измеряется. Это такая социологически измеримая вещь. До какой степени граждане доверяют друг другу, до какой степени они доверяют институтам? Полиции, судам, церкви, президенту, парламенту, супермаркетам, кому угодно. Существует прямая корреляция между уровнем доверия и уровнем экономического благополучия. Грубо говоря, социумы с высоким уровнем доверия это социумы прогрессирующие, развивающиеся и достаточно богатые. Это социумы, в которых достигнут некий уровень базовой безопасности, опираясь на который, граждане могут все эти транзакции осуществлять. Общества, в которых низкий уровень базовой безопасности, у них же низкий уровень доверия, они же и склонны к экономической стагнации, они же и бедные страны. Почему? Низкий уровень доверия – это не просто неприятное ощущение, что все кругом сволочи обманут. Это постоянно действующий налог. На любую из этих, еще раз повторю, это навязчивое слово «транзакция», если у вас низкий уровень доверия, то каждое действие обходится вам дороже. Вы содержите армию охранников, армию правоохранителей, армию бухгалтеров, армию юристов, армию бандитов. Это тоже все суррогатные институты, которые компенсируют этот самый низкий уровень доверия. Преувеличенная бюрократия, зарегулированность, огромное количество бумаг, которые вы вынуждены заполнять, издавать и получать – это все производные от низкого уровня доверия. Это производные от презумпции виновности каждого перед каждым. Каждый подразумевается, что жулик и обманщик. Поэтому для того, чтобы купить квартиру, вам нужна стопка бумаг. И даже она не гарантирует вас от того, что завтра придет человек и скажет, я прописан в этой квартире, я в тюрьме сидел, вот сейчас пришел, отдавай обратно. Вы вынуждены все время судиться, и суд у вас тоже будет недобросовестный. Для того, чтобы компенсировать недобросовестность суда, вы нанимаете охрану. Для того, чтобы компенсировать недоверие к собственной охране, у вас там рядом с вами ходит бандит, который является дополнительным институтом безопасности. Вы вообще помешаны на безопасности. Все, что у вас есть, а у вас мало чего есть, потому что вы бедный. Вы вкладываете не в развитие, не в прогресс, а в сбережение и в охрану. Главное, что у вас есть в стране, это охрана. Этим вы и заняты. Вы, условный вы, это и гражданин, и ваш президент такой же, и весь ваш политический режим такой. Все строится вокруг этого. Парадоксальным образом, бедные страны, страны с низким уровнем доверия, общество, точнее говоря, с низким уровнем доверия, должны быть не менее правдивы, а более правдивы, чем богатые, потому что они не могут себе позволить этого публичного вранья, потому что тот запас доверия, который проедается вот этим популизмом, он у них очень небольшой. В реальности происходит, к сожалению, все наоборот. По жестокому принципу имущему прибавится, а у неимущего отнимется и то, что есть у него. Это ужасно, но это ровно то, что происходит. Богатые страны могут позволить себе популистов. Они, эти политики популисты и партии популисты, даже в случае победы на выборах, попадают вот в эту сетку, в эту систему сдержек и противовесов, в которой есть работающая демократия. Соответственно, больших дел они там не наворотят. Сейчас мы наблюдаем эту ситуацию с знаменитым Брекситом, референдумом по выходу из ЕС. Проголосовали, неожиданный результат, проголосовали за выход, все горюют, переживают, фунт снижается. Через некоторое время выясняется, что и выхода никакого вроде как не планируется прямо сейчас, а планируется он когда-то в отдаленном будущем, и в чем он будет заключаться, тоже не очень понятно. Фунт немножко подрастает, конца света опять не случилось. Почему? Потому что существует зрелая, развитая партийная система, потому что существует на одну газету другая газета, не существует монополии на, опять же, пропагандистский рупор, потому что существует общественное мнение, потому что каждый имеет право высказаться. Вот люди высказались, которые там хотят повернуть время вспять и выйти из ЕС, а другие люди тоже имеют право высказаться на ту же тему противоположным образом. И вообще эти вопросы решаются референдумом, а не массовым мордобоем. Соответственно, никакой катастрофы не происходит. В бедных странах с неразвитыми декоративными, имитационными политическими институтами такого рода вещи стоят гораздо дороже, обходятся гораздо дороже. Решение принято узкой группой, без экспертного мнения, без каких бы то ни было консультаций, начинает немедленно притворяться в жизнь, никто не возражает, потому что нет институтов для демонстрации этого возражения. Соответственно, последствия наступают сразу всем на голову, и они гораздо ощутимее и гораздо серьезнее, чем любые шалости, которые могут позволить себе граждане и политике Первого мира. Вот тут есть такой неприятный парадокс. Но как получается так, что в странах с низким уровнем доверия популисты все-таки существуют и обладают успехом? Каким образом это происходит? Как это становится реальным, если цена доверия такая страшная? В смысле, цена неправда такая страшная? То есть почему там, где не верят никому, верят все-таки популистам? Ну, смотрите, тут тоже верят им определенным образом. Во всем мире, не только в описанных мною несчастных, не таких богатых странах, аудитория и публичный политик существуют в специфических отношениях друг с другом. Люди приходят не то, чтобы прям услышать правду, не как к религиозному учителю, и слава богу, а люди приходят присоединиться к некой эмоции, еще раз повторю. Они приходят на шоу, цена которого им, в общем, более-менее известна. Поэтому вот это вот доверие, которое кажется таким абсолютным, оно на самом деле имеет очень серьезные ограничители. Это справедливо для, опять же, всех стран мира. Сейчас я вам попробую рассказать, как это выглядит в нашем случае, что будет более наглядно. Когда смотришь на результаты соцопросов, то кажется, что мощь пропаганды не знает ограничителей, что общественное мнение абсолютно манипулируемо, что люди отвечают одну неделю на вопрос одним образом, другую неделю совершенно противоположным, повторяя то, что они услышали по телевизору. Сегодня они называют главным врагом России Америку, завтра Украину, послезавтра Турцию, потом Турция опять лучший друг, а враг, наверное, Сирия, но не Сирия, а плохие исламисты в Сирии, а потом и про них забыли, а вспомнили про что-то другое. То есть кажется, что картинка общественного мнения абсолютно это зеркало, стоящее перед телевизором, оно не отражает больше ничего. Но если мы посмотрим не на ответы на вопросы, а на такие вещи, как, например, потребительское поведение людей, тут мы увидим совершенно другую картину. Мы увидим, что вот эта вот доверчивая, безгранично доверчивая аудитория, которую, еще раз повторю, пересказывает теленовости своими словами, когда она чувствует, что, например, там рубль падает, например, как это было в конце 2014 года, она устремляется в магазины и начинает скупать там бытовую технику и всякие разные товары. Я сейчас не говорю, насколько рационально это поведение, я сейчас говорю о том, что это явление, вот это массовая скупка, такая потребительская паника, она с точки зрения большой экономики была достаточно вредна, она выжигала потребительский спрос на ближайшие несколько месяцев, она подстегивала дальнейшую товарную инфляцию, то есть было бы лучше, чтобы люди бы этого не делали. Ну, теперь представьте себе, есть ли такой человек в Российской Федерации, там президент, патриарх, не знаю, Григорий Лепс, который может выйти и сказать, граждане, не меняйте рубли на доллары, поверьте родному рублю, не покупайте две кофемолки, они вам не нужны, лучше обменяйте, значит, достаньте свои, там, не знаю, все рубли из-под подушки и отнесите их в банки, поддержите нашу банковскую систему, это будет патриотично и полезно для экономики. Есть такой человек? Нет такого человека. Послушают его? До хрена. Люди будут вести себя так, как им кажется рациональным, в их конкретной экономической ситуации. Значит, вот это вот ровно тот предел, который стоит перед, так сказать, вот этой вот, казалось бы, бескрайней доверчивости аудитории. Люди легко меняют свое мнение, если, грубо говорить, по тем вопросам, которые их не касаются и не очень сильно их волнуют. Вот тут вот Турция враг, Турция друг. Кстати, и с этим тоже хорошо. Значит, как только вражду с Турцией несколько отменили, тут же люди побежали скупать путевки. Какая-то патриотическая публика возмутилась, как же так, они же нашего летчика сбили, хорошо ли это, давайте их ненавидеть теперь до второго пришествия и не покупать туда билеты. Людям нет до этого дела вообще. Им хочется недорого отдохнуть в оставшиеся летние месяцы. Вот они пошли покупать путевки. Опять же, я сейчас не говорю, насколько это правильно с точки зрения высшей рациональности, но с точки зрения их прикладной рациональности это вполне правильное поведение. Еще одна последняя вещь по поводу, не последняя, а, как мне кажется, довольно важная, по поводу уровня доверия. Я говорила, что это измеряемый параметр, он действительно его меряют, меряют его социологи. В частности, есть такое исследование евробарометр, которое с 1973 года, по-моему, проводится в Европе, а в России с 2012 силами вот социологического центра моей Академии народного хозяйства и государственной службы. Это как раз исследование, которое пытается, там, задавая людям различные вопросы об их потребительском экономическом поведении, исследовать то, что они называют сильными и слабыми социальными связями. Значит, сильные социальные связи – это, грубо говоря, близкие отношения, отношения людей, которые могут взять займу друг у друга, например. Слабые социальные связи – это более отдаленные знакомства, то есть, например, такие отношения, в которых ты можешь посоветовать хорошее место, где отдыхать, или ребенка в школу. Вот что-то такое. Так вот, начиная с 2012 года, когда это исследование проводится, мы видим буквально-таки взрывной рост числа вот этих связей, как сильных, так и слабых, как близких, так и более отдаленных контактов. Люди чувствуют себя все более и более связанными друг с другом, и это до такой степени повышает их собственный оптимизм, что он находится даже в отрицательной корреляции с их экономическим положением. То есть у людей снижаются доходы, при этом их ощущение собственного благополучия растет. Вот такой парадокс. У этого есть своя темная сторона. Люди, находясь в эйфории от вот этого вот приобретенного ими чувства вдруг связанности с другими людьми, вот этой вот самой базовой безопасности, которую есть наш главный дефицит, они начинают, например, легче брать кредиты, что не очень хорошо. Но социальный оптимизм у них от этого растет. Они чувствуют себя более независимыми от государства. Они чувствуют себя в большей степени вот в этой вот сейфотинет, опять же, вот в этой вот сетке связей, которые им помогут, если что. То есть людям задают вопросы типа, как вы думаете, насколько быстро вы сможете найти работу, если вас уволят? Насколько быстро вы сможете собрать там такую-то сумму, если она вам понадобится? Вот людям кажется, опять же, сейчас оставляю в стороне вопрос, насколько это реалистично. С каждым годом им все сильнее и сильнее кажется, что у меня столько друзей, мне там по рублю все дадут. У меня столько знакомых, что работу я найду. Это некий такой компенсаторный механизм, направленный именно на то, чтобы вот это вот чувство базовой безопасности каким-то образом приобрести. Потому что, конечно, одна из главных несчастья нас, как социума, это отсутствие вот этого вот чувства. Сам этот термин, он психологический, он заимствован из, вообще из, как это называется, педиатрии. Считается, что это главная задача первого года жизни ребенка, это вот воспитать у него это самое чувство базовой безопасности. Оно предполагает, что как бы вот в принципе все будет хорошо, а если будет плохо, то тебе помогут. Вот это вот оно. Если у ребенка это есть, то он дальше начинает развиваться. Он там ползет куда-нибудь, там ест кошачий корм, сует палец в розетку, в общем прогрессирует, как ему положено. Если у него этого нет, он тоже будет развиваться, потому что человек, он устойчивый существо, его совсем убить об дорогу его трудно. Но его развитие будет с задержкой. Он будет проигрывать своим, так сказать, более наделенным чувством базовой безопасности собратьям. Вот все наши гуманистические, родительские практики, там на руки брать, там ночью не оставлять одних и прочее, направлены ровно на это, что вот ребеночек чувствовал, что если что, его тут поддержат. Тогда он будет ползти быстрее. То же самое ровно, как в известном анекдоте, так вот, сынок, так же и у бабочек. Вот точно так же и с социумами. Есть социумы, у которых по итогам их веселой истории в 20 веке нет никакого чувства базовой безопасности. Они боятся ползти, не едят кошачий корм, соответственно, не заглядывают в соседнюю комнату, они сидят в углу и охраняют. Вот охраняют они. Что они охраняют? Безопасность они свою берегут, ресурс свой драгоценный, они там окопались и сторожат. Вот этим они занимаются, не развиваются. Вот у них-то, собственно говоря, низкий уровень доверия. Парадоксальным образом, они же становятся легкой жертвой популистов, и для них это становление легкой жертвой обходится дороже, чем у их более богатых и развитых собратьев. Вот такую картину глобальной несправедливости, к сожалению, я вам вынуждена нарисовать. Ну, тем не менее, все-таки было несколько хороших новостей. По крайней мере, я понял, что эффективность пропаганды достаточно низкая. То есть, если пересказывают друг другу новости, то тут все понятно. Как в телевизоре, так люди и будут в основном говорить друг другу. Но когда речь касается путевок в Турцию и каких-то более личных моментов, то всем как-то, в общем-то, наплевать на пропаганду, кажется. Ну, когда до своего кармана дело доходит, люди, в общем, как-то умнеют резко. Я замечала. Есть такой момент, да. Это хорошая новость. Это что-то вроде того, что кризис, время возможностей, вот это вот все. Соответственно, получается, что, естественно, в общество, где очень низкий уровень доверия, возникает масса разных проблем. И они становятся легкой. Это плохие новости. Легкой добычей для популизма. А, собственно, тут интересно понять, на что в таких случаях опираются популисты. То есть, каким образом они добиваются своего успеха? Какие темы особенно легко насадить этим людям, атаковать их, скажем так, какими темами? Смотрите, тут я бы вернулась к той мысли о, так сказать, правде чувства versus правде факта. О том, что люди хотят быть едины в некой эмоции. Ради этого они готовы пренебречь мелким враньем или тем враньем, который кажется им мелким. Вот эта вот новая информационная эпоха, вот эта вот дискомфортная прозрачность и размножение информации до такой степени, что мы уже не знаем, где правда, а где неправда, и начали считать, что правды вообще никакой и нету, это действительно не очень, в ней не очень удобно, не очень комфортно в ней существовать. Поэтому один из, так сказать, наиболее популярных дискурсов нашего времени, одна из вот этих вот ловушек, в которых больше всего душ ловится, это то, что можно было бы назвать бунтом против часовой стрелки, стремлением вернуться в прошлое. Настоящее и будущее кажется таким ненадежным, непонятным, хаотичным, а прошлое кажется устойчивым, осязаемым, таким вот твердым и более-менее черно-белым. Хочется туда отползти назад. Это прошлое, разумеется, это мифологическое прошлое, его не существует. Это некая мифологизированная картина исторического былого, исторического величия, которую в каждой стране продают что-то свое. Нам продают какую-то смесь из романовых Сталина и атомной бомбы советской власти и Российской империи. В Америке продают Америку, которую надо сделать great again, снова великой, потому что, следовательно, она когда-то была великой. В Британии продают остров, который сам по себе может существовать, как вот оно раньше было, хотя раньше этого никогда не было, никогда, никогда в жизни. Начиная с, когда чане приехали, там все завоевали, это был как раз ровно центр торговых путей, который жил и богател и развивался, и обогачал мировую культуру ровно вот этим своим свойством, открытостью и тем, что он ко всем лез, и к нему все лезли, а никаким неизоляционизмом. Тем не менее, им тоже продают вот эту вот картину идиллическую маленькой сельской Англии. Значит, во Франции продают, насколько я понимаю, моноэтническое былое, видимо, до эпохи колониализма, уж не знаю, когда это у них было, когда вот там были одни французы, одни галлы, там Астерикс, Абиликс, не знаю, кто у них там был. Вот что-то такое. А все это, конечно, чудовищное вранье, вот это вот просто вот такое воплощение вранья. Тем не менее, люди это покупают, потому что им хочется вернуться назад. Прошлое кажется уютным, прошлое кажется обжитым, прошлое кажется безопасным. Опять же, еще раз повторюсь, всем продают в некоторой степени концепцию безопасности. Безопасность хочется достигнуть путем самоограничения, путем изоляции, опять же, окопаться там, засунуть голову под землю и сказать, чур меня, я в домике, пусть этот ваш весь прогресс идет мимо, я не играю, я в нем не участвую. Понятно, что это невозможно, а при этом, опять же, нехорошая вещь состоит в том, что для стран, которые и так не очень сильно прогрессируют, вот эта вот игра в ностальгию, вот эта реконструкторская мания обходится дороже, чем другим. Понятно, что большие страны не уйдут с мировой арены, они и есть мировая арена, им вообще некуда уходить. Понятно, что этот изоляционизм останется на уровне разговоров, что никто стену не построит, более того, из Европейского союза, между нами говоря, никто особенно не выйдет, никто не выселит всех мексиканцев из Америки или всех мусульман из Франции, все это болтовня. Слушающие приблизительно понимают, что это болтовня, но им приятно это слушать. В случае же со странами, которые, не будем показывать пальцем, составляют 2% мирового ВВП и без которых, в общем, можно обойтись в глобальном мировом хозяйстве, такого рода мечтания могут быть гораздо опаснее, потому что, если, еще раз повторюсь, большим странам уходить некуда, то странам, которые, может, по территории-то большие, а по экономическому обороту не такие, особенно большие, они могут обнаружить себя в некоем углу истории пыльном, мимо которого проходит великий шелковый путь, мимо которого проходит большой трубопровод, мимо которого протекает всякий гольфстрим, а к нам не затекает. И вот мы изолировались, вот мы окопались, вот мы, значит, замечательно загерметизировались и, значит, охраняем, что мы тут считаем нужным охранять, опа. Это некая историческая ловушка, на мой взгляд, довольно серьезная. Опять получается, понимаете, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Кому игрушки и, там, опять же, популистские какие-то фантазии в рамках работающей демократической системы, а кто может этим же самым и отравиться насмерть. Поэтому, еще раз повторю, небогатые страны и не очень прогрессирующие, не активно растущие экономики должны быть честнее, чем другие, потому что они меньше могут себе позволить вот эту вот роскошь публичного вранья. Почему в реальности получается, что как раз они себе его суперактивно позволяют? Потому что они чувствуют себя слабыми и уязвимыми в мире вот этих вот сильных, больших контрагентов и зловещих партнеров. Тут я бы упомянула еще один вид публичного вранья, который имеет довольно своеобразные этические характеристики. Это такое вранье, как героическое поведение. Бывает и такое. Значит, вот смотрите, есть у нас, в нашей конституции, слава богу, такая замечательная 51-я статья, которая говорит о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников. Соответственно, если вдруг к вам пришли какие-то люди из Следственного комитета или из ФСБ или еще откуда-то, то лучшее, что вы можете для себя сделать, это сказать, а я вот сижу на 51-й, а я не буду вам ничего говорить. Все, я все буду отрицать. Нет, это не я, лошадь не моя, это не мои банкноты, не мои отпечатки пальцев, объяснить, написать не буду, отстаньте от меня. В этой ситуации это будет правильное, рациональное, разумное поведение вас, индивидуума, потому что вы в слабой позиции, вы обвиняемый, вы подозреваемый, вы вот на вас там напали, страшные дети с автоматом. А теперь представьте себе, что вы политический деятель, даже, возможно, руководитель какой-нибудь страны, с такой же точно психологией, который чувствует себя слабым актором в мире сильных акторов, которые придумали все правила. Можно уточнение значения слова актор? Актор – это деятель вообще. Вот эти вот сильные акторы, вот эти вот большие страны, они придумали правила, по ним играют, как подозреваю я, слабый маленький, наверное, их тоже нарушают, но им это сходит с рук, а мне не сходит, потому что меня почему-то все время ловят за руку. Такое странное совпадение, так получается. Что я делаю в этой ситуации? В этой ситуации я делаю жертвенное героическое лицо и говорю, нет, неправда, все неправда, это все не мое, моча в пробирках не моя, войска не мои, форма не моя, купили в магазине. При этом я чувствую себя не каким-то жалким вруном, а я чувствую себя диссидентом и партизаном, и мальчишом, и мальчишом. И говорю, ничего вы от меня не услышите и ничего вы от меня не добьетесь. Я буду молчать и вот так умру молча. Что тут скажешь? Можно сказать, что какая-то рациональность своя, своеобразная очень, в этом есть, но в этом также есть довольно значительный процент паранойи. Правда в том, что да, страны первого мира устанавливают правила, но неправда, что они точно так же, типа вот, до такой же степени их нарушают, но только им это с рук сходит. Это неправда. Вот эта самая транспарентность, о которой мы упоминали, в демократических обществах действует гораздо больше в пользу, скажем так, социума. Она гораздо больше служит сдержкой и противовесом, и ограничителем для государства, для корпораций, для вообще сильных, опять же, акторов. Поэтому они не могут себе позволить такой степени, такого размаха, операции, как те, которые могут себе позволить государства, в которых никто не ограничивает, в которых нет сильного общественного мнения, нет независимой прессы, нет оппозиционных партий и так далее. Но при этом у них самих возникает ощущение, что типа вот все, все так же делают, а только меня почему-то одного в этом обвиняют, хорошо ли это, значит, плохо и несправедливо. Соответственно, я вот маленький и угрожаемый буду бороться теми средствами, которые у меня есть. Это, опять же, парадоксальным образом это плохо, потому что тот, кто из позиции не очень сильно и стремится залезть на общий стол переговоров и участвовать в общемировых делах, должен быть, опять же, не менее честным, а более честным. Он должен быть более достойным доверия, чем те, с которыми и так будут иметь дело, потому что от них никуда не деться, они богатые и сильные. Вот, опять же, тут выходит такая вот не… Это можно назвать несправедливым. Можно, наоборот, считать это высшей справедливостью, но, к сожалению или к счастью, в связи от того, с какой точки зрения вы смотрите, реальность это именно такова. Тот, кто может себе позволить говорить неправду, почему-то этого не делает, тот, кто вообще-то не должен себе этого позволять, считает, что это вранье является для него оружием и защитой. На самом деле, оно делает его уязвимым. Все-таки я не понимаю, если во всем мире, может быть, за исключением некоторых горячих точек, существует открытость, видны все действия, действительно существуют камеры, все слышно, все видно, почему все-таки в одних случаях ложь сходит с рук, а с других нет. Других нет. Например? Ну, даже не знаю, про что сказать. Все такое вкусное. Да-да-да, нет, но запах язык. Ну, почему, допустим, ну, даже без фамилии, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, в общем-то, и в России тоже прекрасно все снимается на видео, существуют соцсети, существует достаточно большое количество людей, которые не согласны с режимом или не особо с ним согласны. То есть, есть кому что написать. Даже, боже мой, даже кажется, может быть остались несколько независимых газет, но я не уверен, что до сих пор. А, нет? Так, нет, может быть, может быть. Назад, мой 2012-й, да. Ну, ладно, значит, за эти 4 года не осталось независимых газет, но, тем не менее, социальные сети существуют, YouTube невозможно закрыть, все это как-то сложно очень контролировать. Тем не менее, именно Россия попадается на массовом допинге. Хотя, о том, что в России есть проблемы с допингом, по-моему, те люди, которые интересуются спортом, знали уже очень-очень-очень давно. Собственно, что удивляет, что попадается или что все равно пытается обманывать? Что как-то людям на это, в общем-то, наплевать. Ну, опять же, смотря, каким людям. Тут есть еще такая... Как они находят себе эту смелость? Ты знаешь, что, ну, максимум, что может случиться, это какой-нибудь мужик из Германии напишет доклад или снимет документальный фильм о том, что у нас существует допинг. И потом они уже на высших каких-то уровнях будут бороться с этим. наступают вполне конкретные последствия. Собственно, эта история, она такая достаточно поучительная в таком школьном смысле этого термина. То есть тут, пожалуйста, кармическая справедливость, она ровно на голову-то и упала. То есть думали, что все очень ловко придумали. Наверное, все так делают, но мы так сделаем ловчее всех, потому что мы очень умные и изобретательные, и хитрые. Можем проверстить в стене дырку, никто не догадался. Всех обманули, и действительно, смотрите-ка, получили много-много медалек, была радость, был большой общенациональный праздник. Потом неожиданно наступили последствия. То есть после того, как так здорово выкинули манную кашу из окна, как в известном рассказе Драгунского в дух, пришел человек с манной кашей на голове и рассказал все маме. Ё-моё. Кто мог предвидеть, что так случится, какая досада? Наверное, это заговор. Да, это в некотором роде инфантильное поведение, это неумение просчитывать последствия своих действий не на два шага, но хотя бы на три, что было бы неплохо. Почему это происходит? Тут еще об одном социальном явлении я бы хотела упомянуть. Это так называемый информационный пузырь. Вот в этом новом волшебном информационном обществе, в этой новой информационной эпохе, чьи свойства, еще раз повторю, мы только смутно пока начинаем прозревать. То, что я рассказываю, это некоторые такие фрагменты реальности, которую каждая наука об обществе, как известные мудрецы, ощупающие слона, ощупают со своего конца. Кто хвостик, кто носик, кто ножку. Мы пока еще не знаем, как это все будет, во что это все выльется, как это будет играть, но некоторые части слона нам видны. Так вот, вот это полифония, вот это изобилие источников, оно имеет еще одну интересную сторону. основным СМИ для большинства людей, скажем так, для большего и большего количества людей, сейчас уже для большинства людей в Америке, судя по исследованиям, и скоро будет так и у нас, основным источником информации являются социальные сети. Обратите внимание на этот чудовищный факт. У нас пока еще сохраняется телевизионная монополия. Мы одной ногой стоим в прошлом, другом приветствуем будущее. У нас одновременно есть и вот эта информатизация, доступ к интернету у нас с очень высоким процентом подключенности, но при этом у нас сохраняется и 20th century style в стиле 20 века государственное телевидение, покрывающее 99% территории. То есть вот этот вот великий государственный мегафон, он у нас еще существует, но он доживает последние свои годы и десятилетия, тоже надо понимать. Тем не менее, для все большего и большего количества людей основным источником информации является уже не какой-то конкретный СМИ, не набор СМИ, а социальная сеть, проще говоря, лента. Наша с вами лента там в Фейсбуке, Вконтакте, где кто сидит, в Телеграме, в Снэпчате. Эта лента формируется, исходя из наших собственных предпочтений и из нашего поведения в сети. Нам показывают то, что мы хотим видеть. Нам рисуют вот этот вот информационный пузырь, расписанный изнутри красивыми цветами, как в сказке Андерсона «Снежная королева» «Дом женщины, умевшей колдовать». Помните такое? Вот там была колдунья, которой были окошки изнутри расписаны цветочками. В саду у него было всегда лето, а снаружи давно наступила осень. Вот это вот картина каждого из нас, кто живет в социальной сети, а мы все там живем. Нам показывают тех, кто с нами согласен, нам показывают вещи, похожие на те, которые мы до этого искали. Таким образом, мы постоянно получаем подтверждение своим предрассуждениям, говоря пушкинским языком, предрассудкам, своим уже preconceived notions, своим существующим мнением. С нами все время вселенная соглашается. Те, кто с нами не соглашаются, это какие-то отдельные атомизированные идиоты, на которых дают ссылку наши друзья, говорят, вот посмотрите на него, что он пишет, да, придурок. Дальше мы опять попадаем вот в эту прекрасную теплую молочную реку, нашу молочную ленту, в которой все приблизительно думают то же, что думаем мы, все нас хвалят, лайкают наши пироги, наших детей, наши цветочки, вот мы вот в этом прекрасном комфорте и плаваем. Это очень сильно способствует инкапсулированию, как это называется, замыканию. Нас вот в этом вот доме женщины, умеющие колдовать, а зовут эту женщину Марк Цукерберг. То, что правда для индивидуума, для отдельного гражданина, тоже правда и для так называемых decision-мейкеров, для принимающих решения. У них тоже есть своя фейсбучная лента, только им приносят распечатки из нее в специальных красных папках. Они тоже окружены людьми, которые с ними соглашаются. Они тоже постоянно получают подтверждение своей вчерашней мудрости. Боже, как вы были правы. Вот опять сбылось ваше выдающееся предсказание. Ваше решение имеет бешеный успех. Как вот вы тогда хорошо придумали, вот так оно и получилось. Здорово, правда? Довольно трудно объективной реальности пробиться через эти раскрашенные окна и сказать тук-тук, там уже осень, уже снег пошел. Это не лето. Твои цветы все завяли, твоя медаль все фальшивые. Когда это происходит, это настолько дискомфортно и неожиданно, что хочется сказать, да это все заговор и обман. Как пробить эту скорлупу? Как проткнуть этот пузырь? Как выйти хоть в какую-то объективную реальность? Ну, можно придумать, там, я могу рассказать, там, те рецепты, которыми я, как исследователь, пытаюсь пользоваться. Как это делать политикам, как это делать власть имеющим? Ну, есть у них простой способ. Кажется, что если они сравнят два доноса от двух противоположных сторон, то совмещение его даст нам объективную истину. К сожалению, не работает. Ничего подобного. Им я пока не буду давать советы, но просто, что называется, опишу вот эту вот специфическую опасность. задумался немного. Сейчас вопросы из зала будут буквально через 10 минут даже уже. Хорошо. Ну, а что, что делать политикам непонятно, а что делать людям? Как выйти из этого круга? Вы знаете, по, как это называется, по способу общества анонимных алкоголиков, знаете, 12 шагов, да, освобождения от алкоголизма, а первое признать проблему и назвать ее своим именем. Вы должны понимать, что вот это информационное богатство, которым вы пользуетесь, на самом деле довольно-таки ограничено и подобрано под ваши предпочтения. В какой-то степени вас это может устраивать. Значит, вы не директор земного шара, вы не обязаны знать все обо всем. В конце концов, там большие геополитические вопросы вас не так сильно касаются, вы можете подобрать себе там ряд спикеров, которым вы доверяете, их и читать. Почему вы им доверяете? Почему они ваши знакомые или они пишут красиво? Или вам посоветовал их кто-то, кому вы в свою очередь там верите? Это уже не так важно. Просто отдавайте себе отчет в том, что, может быть, там все на самом деле не совсем так. А как не стать жертвой в том, что вас касается? Вот это вот важнее. В том, что касается вашего потребительского поведения. Как не купить квартиру, если они завтра подешевеют? Как не поменять доллары на рубли, а завтра рубль рухнет? Вот это вот уже более серьезный вопрос. Ответы на него, по-моему, дают в каких-то специальных тренингах, которые берут отдельные деньги. Сейчас я научу, как зарабатывать на падении рубля. Нет, знала бы, сама бы этим занималась. Я не знаю, как зарабатывать на падении рубля. Я знаю, что для того, чтобы в той сфере, которая для вас важна, как-то попытаться сбалансировать немножко свою информационную картину, что полезно делать? Полезно выходить, как нас нынче учат, из зоны комфорта. То есть выходить за пределы своей ленты. Не для того, чтобы узнать правду, которую от вас скрывают, а для того, чтобы узнать какой-то другой сегмент дискурса. Ну, опять же, что вот я делаю, например? Полезно пойти к каким-нибудь, скажем так, к любому. Полезно ознакомиться с любым альтернативным дискурсом, даже радикальным. Там, не знаю, националистическим, феминистическим, изоляционистским. Просто сходите почитать, а что там вот люди пишут? Вы прочитаете много глупостей, что-то вас оскорбит, что-то вам покажется там вообще ужасным, вы скажете, да вот, 282-й статьи на них нет, чего пишут паразиты. Но у вас произойдет некоторое насильственное расширение мозга. Вы увидите, что есть люди, которые сидят в соседнем пузыре, и у них там тоже все хорошо и гармонично, с ними тоже там все согласны, и у них тоже есть своя законченная картина мира, в которой они неплохо себя чувствуют. Это поможет вам хотя бы понять, что может быть и ваша картина по тем же принципам строится, скажем так. И к вам тоже кто-нибудь заходит и ужасается, и быстро выбегает обратно, и говорит, боже, что они там читают вообще, что они там пишут? Это же ужас они люди, как они вообще живут? Это, что называется, полезно. К сожалению, такого рода упражнения тоже способствуют размыванию понятия объективной истины. постарайтесь выработать для себя, найти для себя некоторую линейку экспертов, которым вы доверяете. Как найти таких экспертов? Вот я, например, скажу. Да, к вопросу об объективной истине. Как, например, увидеть, до какой степени человек компетентен? Ну, есть некоторые формальные признаки. Вообще неплохо, если у человека есть образование. Высшее, например, профессиональное. Это помогает. Дело не в том, что его научили один раз и на всю жизнь, но если человек выходит и говорит, я великий экономист, там, Иван Петров, закончивший физиологический техникум, то как-то это вот, или там, я не знаю, Михаил Гинзбург, главный защитник русского народа, вот, и я тоже там учился в институте культуры, но что-то у меня не сложилось, то тоже это может вызывать некоторые подозрения. Смотрите на то, насколько человек говорит, например, там ссылается ли он на какие-то исследования, на какие-то объективные данные, привыкли ли он какие-то хотя бы цифры, хоть иногда, да? Проверьте пару раз, существуют ли цифры где-нибудь, кроме как в его собственном блоге упоминаются ли они где-то. Посмотрите, там, отлистайте, что он писал год назад, посмотрите, что он предсказывал, да? Никто не обязан быть астрологом-предсказателем, который говорит, что вот тогда-то там, значит, вам наступит опасность от лысого человека, опасайтесь лысого. Но очень уверенные утверждения, что там через год режим падет, или доллар рухнет, или там разразится третья мировая война, или наоборот, там Россия станет править всем миром, вот эта вот чрезвычайная уверенность и точность прогнозов, она должна вас насторожить. А честный человек вообще употребляет выражение типа «если я не ошибаюсь», «чтобы не соврать», или там «если память мне не изменяет», например. Довольно опасная фраза, честно говоря. Почему-то по моим наблюдениям люди, которые ее употребляют, они все время врут. Или так, я вам честно скажу, врать не буду. Вот так вот. Там типа, может, я скажу грубо, но зато вот я вам скажу правду. Всю правду вот сейчас вам открою. Это почему-то коррелируется с привычкой к публичному вранью. Вообще, хотите разозлить специалиста, скажите ему слово «просто». Да вот все просто на самом деле, да? На самом деле все так. Все непросто. Если вам рассказывают какую-то версию происходящего, не упоминая о другой стороне вопроса, хотя, конечно, там кто-то, по-моему, Рузвельт жаловался на то, что найдите мне однорукого экономиста, потому что экономисты все время говорят «on one hand, on the other hand», с одной стороны, с другой стороны. Найдите мне однорукого. Так вот, не доверяйте одноруким экономистам. Специалист обычно, во-первых, не очень уверенно высказывается, во-вторых, говорит, что с одной стороны он так, с другой стороны он ну эдак. Потому что мы, люди социальных наук, мы имеем дело с непростыми явлениями. Мы имеем дело с явлениями, растянутыми во времени. У нас редко что вчера началось, а завтра закончится. У нас все достаточно так вот, континуум такой. Это процессы с большим количеством участников, акторов, опять же, групп интересов, которые в них внутри находятся. Редко что бывает однозначно. Редко появляются злодеи или герои, вот такие вот монохромные. Поэтому все так, как это, квалифайт, все немножко условно. Опять же, с одной стороны так, с другой стороны эдак. Если вы слышите, что человек, рассуждая об общественно-политических процессах, говорит, да вот на самом деле, вот эти сволчи, их надо всех там расстрелять, а эти молодцы, их надо, не знаю, что, накормить мороженым, да? Ну, наверное, он не очень хороший специалист. Вот по таким, к сожалению, достаточно туманным критериям приходится на ощупь действительно ориентироваться для того, чтобы подобрать себе там несколько каких-то человек, которым в определенной сфере можно доверять. Ну, опять же, там у меня такие есть. Вот я во внешней политике не очень сильно разбираюсь, да, это не моя сфера. Но надо иногда понимать, что там вообще делается. Вот там есть несколько людей, которых я захожу, читаю, смотрю, чего этот пишет, чего тот. Они обычно тоже не пишут, вот ура, слава русского оружия, мы завоевали по армилю, мы молодцы. Или вот опять беда, сейчас наступит мировая война, на нас сбросят бомбу, да? Обычно пишут какие-то такие-то не очень однозначные и не очень понятные вещи. Но можно более-менее сориентироваться, да, что важно, что не важно. Вот смотри, человек про это написал, ага, это значит важно. А это вот, наверное, фигня какая-то на постном масле, да? Есть целый набор приемов, который позволяет, там, например, отличить новость, там, фейковую от нефейковой, важную от неважной. Опять же, если слушатели про это спросят, про это можно будет отдельно поговорить. Есть, опять же, набор приемов, которые позволяют, там, читать газеты и пытаться из них извлечь какую-то пользу, хотя пользы в них мало. Но можно, но трудно. Мне кажется, можно перейти к вопросам из зала. Спасибо большое за лекцию. Очень интересно, очень много мыслей появляется, поэтому я бы хотела задать два вопроса. Первый вопрос касается идеологии или национальной идеи, или некой красной линии, которая может быть как в социуме, так и у индивидуума, как вы относитесь к этому, и что является ли это символом, там, той же самой базовой безопасности или нет. Именно, то есть устойчивая какая-то идея. И второй вопрос. Вы приводили примеры из, например, биологии или педиатрии, а, например, такой закон физики, как у каждой силы действия есть сила противодействия. То есть, если, например, мы живем в информационном пузыре, есть ли какая-то сила противодействия на нас. Не все же мы находимся в той же самой молочной реке или в той же самой зоне комфорта. Спасибо. Спасибо. Значит, по поводу идеологии национальной идеи. Это, в общем, такой достаточно тоталитарный концепт. Если вдуматься, здоровому социуму не нужна национальная идея. И попытки ее сформулировать у людей, хорошо живущих, в общем, живущих нормальной, здоровой жизнью, вызовет некоторое удивление. Какая национальная идея? Вот мы тут живем. Значит, наша идея в том, что мы каждый там работаем, зарабатываем деньги, растим своих детей, не убиваем друг друга, возникающие конфликты решаем по возможности мирным путем, и вот так постепенно богатеем и развиваемся. Вот она и идея. Значит, какая идея? Понимаете, чем этот концепт плох, чем он, собственно, тоталитарен? Он рассматривает народ или там социум, или страну как средство для достижения чего-то. Наша национальная идея это Великая Империя. Что это обозначает? Значит, мы давайте все угромимся ради того, чтобы построить Великую Империю. Значит, декларируется нечто, что он над индивидуальными интересами людей. Вот это вот опасно. Это некое такое мышление, ну, можно его назвать проектным, да, вот есть великий проект какой-то, а мы вот ради него, так сказать, жертвуем собой. Вот в той части, которой предполагается жертвовать собою, это нехорошо и опасно. Особенно, если мы говорим о странах, социумах и нациях, которым в 20 веке так очень сильно досталось по причине их там выдающейся проектности, которые уже нажертвовали собой до такой степени, что лучше им сделать в этом перерыв. Опять же, как обычно, те, кто меньше всего могут себе позволить национальную идею, они-то больше всего гоняются за ней с целью ее сформулировать. Хотя им она меньше всего нужна. Что касается того, дает ли это ощущение базовой безопасности, это дает некоторое фальшивое ощущение такой приятной теплоты в сплоченности в общем порыве, у которого есть темная оборотная сторона, именно вот эта вот вменяемая тебе жертвенность, отношение к тебе как к инструменту, как к расходному материалу и как к средству. Это нехорошо. Так что я бы лучше без этого бы обошлась. Значит, что является противодействием купанию в молочной реке и нахождению в зоне комфорта? К сожалению, противодействием является вот эта самая суровая реальность, так судьба стучится в дверь, там тарарам, которая неожиданно разбивает вот это вот твое покрашенное окошко. В свою очередь, антидотом от этого является вот эта вот базовая потребительская мудрость людей, которая не позволяет им уж совсем там отнести все свои деньги национальному лидеру в трудную минуту, а все-таки заставляет их там обменять на доллар и прикопать у себя, потому что, наверное, пригодится. Люди чувствуют леденящее прикосновение реальности, потому что, ну, потому что они живут в реальном мире, в мире экономических отношений. Это то, что у нас обычно называют битвой холодильника с телевизором. В этой битве холодильник, конечно, агент реальности. Еще вопросы? Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Евгений, вопрос такой, вернее, не вопрос, я хотел сказать, а очень характерно, что сегодня вспомнили про американские выборы и вообще не вспомнили про то, что у нас у самих выборы через три месяца, по-моему, парламентские. 16 сентября, какие три месяца? Мне кажется, это очень характерно, потому что, если сравнивать с выборами пять лет назад, 11-го года, во-первых, накал страстей снизился как-то вообще очень сильно, а во-вторых, если снова будут иметь место какие-то нарушения, мне кажется, никакого подобия митингов, которые были, уже в этот раз мы не увидим. Ну, мне так кажется, я, может, ошибаюсь. Но вопрос такой, что изменилось? Эта пропаганда подействовала или что? Спасибо. Ну, тут должна сказать, что некоторые усилия со стороны организаторов выборов для того, чтобы нарушения не были такими откровенными, какими они были в 2011 году, присутствуют. Я думаю, что таких вот олдскульных фальсификаций, старых, добрых, теплых, ламповых, мы не увидим. Основное искажение нашего политического пространства в выборной сфере, в электоральной, не на выходе, а на входе, на этапе доступа, допуска. Соответственно, это искажение настолько велико, настолько допускаются только системные игроки, что после этого, контролируя и допуск, и сам ход избирательной кампании, и финансирование, еще и в финале какие-то циферки пририсовывать, это уже проявление такого управленческого идиотизма, без которого можно и обойтись. Я думаю, что в этот раз и обойдутся. Почему не будет протестов? Ну, по поводу, именно по поводу результата выборов протестов не будет, потому что за прошедшие пять лет, с большим сожалению это говорю, я специалист по парламентаризму и по законотворчеству, поэтому в моих интересах вообще максимальное величие и авторитет нашего парламента, но с печалью большой должна сказать, что за пять лет Государственная Дума постаралась очень сильно с тем, чтобы отбить к себе вообще всякое уважение, хотя и не всякий интерес. Она одновременно доказала, что она способна портить людям жизнь и одновременно каким-то образом, значит, она изображает из себя одного из главных злодеев в нашей политической системе, при этом все понимают, что она не имеет ни значимости, ни полномочий. Это какое-то интересное такое сочетание, я вот тоже в своей исследовательской работе много над этим думаю, как это так получается замечательно выглядеть одновременно и зловредным, и бессильным. Вот, это как-то парадоксально. Соответственно, действительно, ход выборов почему-то мало кого интересует, считается, что они, исход их предрешен, это не совсем так, там есть свои интересные моменты, сейчас не об этом речь, поэтому в это углубляться не буду, скажу одну штуку. По привычке, сформировавшейся за последние там 13 лет, поскольку последние выборы по смешанной системе происходили в 2003 году, так вот, по привычке, сформировавшейся за эти годы, все освещение выборов будет концентрироваться на процентах, полученных партиями. А это наименее важно из того, что в избирательную кампанию произойдет. Смотрите на одномандатников, это первое, не на их партийную принадлежность, а на них самих, что за люди, местные или московские, значит, присланные из центра или выросшие там свои в регионах. Какой партии они приписались, это не так важно, поскольку процедура допуска такова, что независимому кандидату стать кандидатом практически невозможно, все знают про систему сбора подписей, поэтому люди пользуются различными партиями просто как средством передвижения, прицепляются к трамваю, едут на колбасе, как это раньше называлось. Поэтому на партийную принадлежность не смотрите, смотрите на самих одномандатников, это первое, а второе, смотрите не на то, что происходит в день выборов и после, а на то, что будет происходить в Новой Думе, когда она соберется. Там будет интересно. Там будет половина этих самых одномандатников, они захотят себе большего представительства, больших прав, политический менеджмент этого не захочет, и в общем там будет интересная торговля, там на патриаршах будет интересная история. Вот за этим я бы следила. Вам будут рассказывать, что там Единая Россия получила 33% и еще там 33 других процента. Не особо это слушайте, Единая Россия это не единый политический актор, ее как партию вообще можно не рассматривать, в общем не зацикливайтесь на этом. Не это важно. Да, вот девушка. Давайте начнем с девушкой. Нет, все происходит одновременно, молодой человек уже микрофон. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Мы живем в том обществе, где власть имущая все меньше и меньше дает нам возможность общаться так, как мы общаемся. Как раз вот это другое мнение, альтернативное. То есть я говорю про такой, как принятый закон, пакет законов Яровой. Как обществу мирным путем возвращаться к этой гласности, транспарентности мнений, потому что нам закрывают этот пузырь все уже и уже. Как нам из этого вырваться? Спасибо. Как выйти за границы пузыря? Ну, смотрите. С одной стороны, вот эта вот новая гласность, интересно, что вы упомянули этот термин, я тоже его всячески употребляю, ее нам приносят действительно новые информационные технологии. Несмотря на все там моления на Китай, которые характерны для нашей администрации, широко понимаемой администрации, даже в Китае полный контроль над интернетом невозможен, а у нас и до китайского уровня дело никогда в жизни не дойдет. Что касается зловещего пакета Яровой, во-первых, он стал гораздо менее зловещим в процессе своего там прохождения через Думу, самое одновременно жуткое и неисполнимое из него выкинули, а то, что осталось, насколько я понимаю, правительство и ответственное министерство достаточно прямым текстом говорят, что это выполняться не будет. Типа, да, вот закон-то мы приняли, но, понимаете, вот у нас нет возможности его реализовывать. Почта России уже сказала, что она не собирается вскрывать посылки и ставить там какие-то газоанализаторы, типа, вот дадите нам 222 миллиарда, тогда мы поставим, а так не поставим. Значит, и Министерство связи и информатизации сказало, что вот то, что касается хранения трафика, вот это положение тоже следует понимать метафорически, вот, а не как-то так буквально, потому что тоже, знаете, у нас нет технических возможностей, денег, и мы еще подумаем, как нам, значит, с этим всем обращаться. Свойство же нашего законотворчества, скажу я по своей прямой специальности, стоит в том, что принимаемые думой нормы носят, ну, дело в том, что они принимаемые думой нормы федерального закона носят во многом рамочный характер и отсылают к подзаконным актам, которые должны быть сформулированы правительством и ответственными министерствами и ведомствами. Вот эти вот подзаконные акты, вот это вот ведомственное нормотворчество, оно, собственно, и является содержательным, а то, что написано в законе, носит характер более общий. Соответственно, пока правительство свою норму не напишет, то, что написано в федеральном законе, действовать не будет. Это, что касается страшной яровой. Опять же, это не снимает ответственность законодателя. Этот закон все равно вредный, он все равно будет приносить убытки, это все равно новый налог на экономику, это опять снижение уровня доверия, это опять вложение в безопасность, а не в развитии. То, что не все можно выполнить, из этого не следует, что это не приносит вреда. Я хочу этот момент отметить, потому что тоже есть популярные тезисы, неважно, что они там принимают, все равно это не будет ничего воплощаться. Будет, не полностью, но частично, но тем небольшим сегментом, которым будет, все равно он не должен воплощаться. Даже так, даже эта мелочь, она уже вредна. Соответственно, там вот эти все новые административные заграждения, даже то, что они не достигают неба, это еще не делает их полезными, они все равно вредны, их вообще не надо, их не надо никаких. Это первое. Второе, что касается сужающегося пузыря и как из него выйти, он не то, что сужается, никто принудительно не сокращает вам вашу ленту, он отвердевает, акостеневает, скажем так, у вас все меньше и меньше соблазна и желаний, может быть, и возможностей выйти за его пределы. Как это сделать? Как это все-таки, как все-таки вылезти за границы? Я вижу только способ, во-первых, расширения своей сети, во-вторых, перевода вот этого вот сетевого общения в некую совместную деятельность. В чем сила социальных сетей? В чем, собственно говоря, надежда, которую дает нам информационная эпоха? В том, что, еще раз повторю эту прекрасную цитату Владимира Ильича Ленина, как сказал Владимир Ленин о Фейсбуке. Фейсбук не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. Вот это вот лучшее, самое прекрасное свойство новых информационных технологий. Они объединяют людей в действии, начиная от каких-нибудь сбора подписей и петиций. Как выясняется, это очень даже здорово действует. Собрали 100 тысяч подписей, глядишь, чего-то и начинает происходить, кого-то и уволили. У нас по какой-то загадочной причине, при том, что существует своя система РОИ, российская общественная инициатива, на которой якобы надо собрать 100 тысяч подписей, и тогда твоя инициатива будет отвергнута специальной правительственной комиссией, как это произошло с несколькими инициативами. В основном Навальный этим занимался, каждый раз собирал по 100 тысяч с лишним, там запрет на приобретение автомобилей дороже полутора миллионов госструктурами, там еще был ряд инициатив ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, вот, значит, опять же, собери 100 тысяч подписей, получи отказ от самого правительства Российской Федерации и магнитик на холодильник, видимо, в придачу. Но правильно с этим существует платформа change.org, наверняка вам известная, которая вообще не имеет отношения к Российской Федерации, которая является американским сайтом, совершенно частным, но почему-то который обладает магическим воздействием на умы нашего высшего чиновничества. Если вы зайдете туда и посмотрите в их русскоязычной части на список побед и достижений, то вы поразитесь, сколько вообще всего удается достигнуть, не только уволить Астахова, хотя и это приятно, значит, как это пустячок, а приятно, но есть и другие гораздо более серьезные вещи, там, с предотвращением закрытия больниц, снос каких-то там зданий, или, наоборот, сносы чего-то там ненужного, что построили. Очень-очень много вот таких вот локальных точечных побед неожиданным образом. Значит, вот что делают социальные сети, вот что делает интернет с людьми. Еще раз повторю, рецепт — это переход от объединения в общении, то есть от этого бесконечного соглашательства друг с другом, типа, да, ты какой молодец, и ты тоже страшно умный, и да, я расшарю твою выдающуюся статью. Мы все это любим, мы все на этом живем, значит, поскольку действительно эта информационная вселенная строится на улавливание человеческого внимания, да, на вот этих вот там кликах и лайках, это все тоже монетизируется буквально по словам Некрасова, посмотрит, рублем одарит. Вот каждый, кто смотрит на нас, одаривает нас рублем. Это здорово, но надо переходить от вот этого вот общности в мнениях к общности в действиях, и мы видим, как это на самом деле происходит. Большая часть это происходит в сфере гуманитарной, в сфере благотворительности, но не только, в сфере общественно-политической, социальной это тоже делается. Я так слегка призову всех к вопросам по теме, все же больше, а не только о современной ситуации политической в России. Спасибо. Я хотела бы спросить, что в России существует мнение, что есть какие-то возможно массовые обманы, за которые там на Западе наступило бы какое-то возмездие, к этому часто апеллирует ФБК, когда делает расследование, например, там так было в случае с офшорами. Вот насколько это правда, что на Западе действительно наступает такое возмездие, и вот те кадровые перестановки и обыски, которые происходят сейчас, это результат создания такой видимости, что у нас это тоже происходит, или это какие-то совершенно другие внутренние разборки. Спасибо. Ну как же это видимость-то? Когда человек арестован, это невидимость, это вполне себе реальность, осязаемая реальность для него. Или когда его снимают с должности. Так что нет, это не то, чтобы прям такой спектакль, типа, знаете, вот давай мы у тебя для виду изымем твои коробки с наличностью, а потом тебе, значит, их вернем. Нет, их не возвращают. Они еще взаимны со всем. Так что не будем преувеличивать театрализованность того, что происходит. Что касается возмездия, где оно наступает, где оно не наступает. В, скажем так, развитом демократическом обществе, в обществе с равнозависимыми СМИ, я не очень люблю тот термин, независимые СМИ, потому что я не понимаю, что он обозначает. Важно, чтобы медиа была плюралистическим, чтобы оно не принадлежало одному владельцу или пяти дружащимся между собой владельцем. Так вот, в обществе, где СМИ разнообразные, где свободная деятельность общественных организаций существует, где партии реально борются за власть, действительно, власть имущая меньше могут себе позволить. Это правда. Они гораздо больше ограничены, у них риски выше, потому что их всегда есть на кого поменять, и судебная система, и нельзя человека сразу посадить в тюрьму, потому что про него написали в газете. Мало ли что. В газете написали. То есть это как бы дает уязвимость, это дает и некоторую защиту. Но даже и в вполне себе странах третьего мира тоже последствия наступают. Возьмем Бразилию, хозяина Олимпиады, в Катаде, в которой коррупционный скандал вполне себе привел к запуску процесса импичмента против президента. Все хотят, мы тоже хотим жить и летать, как в «Мастере Маргарите». Все хотят подотчетную власть, потому что она лучше работает, быстрее ногами перебирает, меньше кушает и больше выдает полезных социальных услуг. Поэтому тут нет какой-то железобетонной границы между счастливыми, развитыми странами, которые там процветают в своей демократии, и несчастными странами третьего мира, в которых автократы там кушают простой народ. Все хотят как-то вот так прийти к некой более ответственной власти. Даже и в наших условиях, хотя мы не можем похвастаться тем, что можно было бы назвать «компанией по борьбе с коррупцией», все же мы видим, что тезис «никто не обращает внимания на эти разоблачения, даже наоборот, они усиливают позиции тех, кого разоблачают». Нет, это не работает. Не усиливает. Значит, те люди, которые являются героями этих зазывных публикаций, они не живут в счастливом мире, понимаете, безнаказанности. Они живут вот в этой вот волчьей стае, в которой каждый хочет откусить им голову и завести на них уголовное дело. Поэтому людям не так легко живется, как принято думать. Власть общественного мнения в России вообще больше, чем принято полагать. Мы склонны к всякого рода унылым тезисам, это такое очень русское свойство, есть такой прекрасный русский глагол «прибедняться», который, по-моему, вообще нет ни в каком другом языке мира. Хотя, обычно, правда, это глупые разговоры про слова, которых нет в других языках мира, просто мы плохо знаем другие языки. Тем не менее, это характерное слово, отражающее характерное явление, вот эта вот сломность говорить о себе, что-то такое унылое и печальное. Да нет у нас общественного мнения, и гражданского общества у нас тоже нет. Ой, ё-моё. Значит, да и чего у нас еще нет? Чего за что не хватит, все ничего нет. Значит, это неправда. Из того, что какие-то институты слабы, не совсем развитые и не всегда эффективны, не следует, что их не существует. Они существуют, и они потихонечку, можно сказать, что набирают силу. Сплошные хорошие новости, а теперь время для плохой. Осталось буквально время на один короткий достаточно вопрос и на один ответ. Мне даже страшно показывать с кого-то пальца. Вот, да-да-да, давно обещал. Скажите, пожалуйста, как все-таки отличить фейковую новость от нефейковой нормальной? Какие-то способы, о котором вы говорили? Спасибо. Так, значит, практически мануал. 12 шагов по отличению фейковой новости от нефейковой. Если написано шок-видео и много восклицательных знаков, не нажимайте туда. Я похудела за 12 дней посредством соды, это тоже вряд ли полезный совет. Значит, туда тоже не жмите. На самом деле рецепт простой. Имейте список источников, которым вы доверяете. Среди них не должно быть сайтов с подозрительными названиями, с окончанием на УА, да простят меня, наши украинские партнеры. Если это не какие-то проверенные украинские источники, почему-то обычно именно с этим расширением какая-то хтонь вылезает. Значит, это первый момент. Trusted sources, проверенные источники. Второе. Заявления и слова это не новость. Новость это событие, что-то произошло. Премьер-министр заявил о том, что он теперь будет заботиться о повышении зарплаты россиян. Это не новость. Президент призвал чиновников меньше воровать, это тоже не новость. Он уже 50 раз призывал, ничего из этого особенного не вышло. Новости это событие, это какой-то экшен должен быть. Арест это новость. Обыск это новость. Кадровое изменение, смена главного редактора, министра, чего-то такое это новость. Новый закон это новость. Депутат заявил о том, что он хочет внести закон о запрете чеснока, это не новость. Принято в первом чтении, принято в третьем чтении президент подписал. Вот это новость. Событие в нашей политической системе обычно принимает вид какого-то, скажем так, бюрократического действия, которое чаще всего выражается в принятии какого-то нового документа. Ищите бумагу, во всем ищите документ. Новый закон, указ, опять же, там сформировали новые министерства, расформировали старые, присоединили Крым, отсоединили Крым, запросили у Совета Федерации разрешение ввести войска на Луну. Это события. Говорят ли опять про Украину или забыли про Украину? Первая новость там в зоопарке родила панда или первая новость нас опять все обижают? Спасибо большое Екатерине. Приходите в следующий четверг. Важная новость записи всех выступлений можно найти на YouTube на канале InLiberty. Ура! Я думаю, что там типа через день выпадутся, иногда прям сразу выпадутся. Хорошо. Я взяла вопрос, чтобы записать. Спасибо вам огромное. Можно один глобальный вопрос, как мне кажется? Да. Один единственный. Нет, нет, нет. В чем смысл? В том, глобальный, как мне кажется, вопрос. Активы у нас принадлежат... Продолжение следует...